всем привет теплый сезон закончился наступили холода ну и я снимаю выпуск находок за осень за два месяца за сентябрь и октябрь и так что у нас попалось в эти месяцы и первая находка это был планшет вот планшет вот такой вот nexus от бренда asus так он вроде бы целый и давайте посмотрим на его дисплей в каком он состоянии вроде бы он кажется целым но нет здесь есть повреждения и скорее всего это была причина отправки данного планшета на помойку год какой неизвестно модель планшета странно что здесь тоже не указано что именно за модель на каком андроиде он должен быть но будет интересно его включить и проверить здесь кстати видно что дисплей не разбит отрезан только сенсор вот такой вот планшет была у нас первая находка с помойки и так следующая находка опа в своей коробке вот такая вот система 21 для компьютера по своей коробке давайте посмотрим все ли у нас там на месте открываем коробку и действительно все что у нас изображено то у нас тут и имеется что кого-то не устроило данной системе но она довольно легкая лохастая мощность тут слабая видно что в идеальном состоянии пользуюсь мало динамик совсем смешной легкие танки типа мощности особой и нет вот сама система и вот такие вот лохастенькие легкие колонки которые к ней идут но это просто для компьютера никаких сверх басов здесь не будет вот здесь что-то разорваны провода возможно проблема была в этом зачем то ли есть удлиняли то ли что-то делали вроде бы как все на месте но здесь вот какие-то проблемы есть так состояние полностью магазинные но здесь ножки по отваливались ножки наверное от самого сабвуфера да у него здесь вообще не осталось хотя нет ножки здесь есть это от колонок вот отсюда по отваливались какой год неизвестно сколько лет ей но если она работает ее можно в комплект собрать с каким-нибудь офисным компьютером на больше конечно она не годится ну чё нормально зато своей коробке будет интересно проверить я уверен что она точно работает вряд ли она сломана и так приступаем к следующей находке а вот у нас следующая находка вещь довольно неплохая опа это упс или же источник бесперебойного питания от самого известного бренда вот такой он без аккумулятора модель это довольно старая где-то она выпускалась 2003 скорее всего года а здесь у нас 07 2007 ну короче тоже очень старый или он мертвый или сдох когда-то аккумулятор и валялся без дела его выкинули но вообще такие бесперебойники не убиваемые но именно у этой модели выходит строй зарядка довольно часто вот такой на 300 ватт типа для стандартного компьютера он еще годится надо будет его проверить так протереть и будет нормально в принципе если он исправен конечно так следующие находки был крупный выброс всяких дисков программ компьютерных всяких инструкций всякой хрени и там и в общем то в этой куче была найдена очень крутая вещь а именно была найдена цифровая видеокамера в своей коробке да так где она вот она своей коробке сейчас ее достал вот она но коробках не имеет никаких обозначений что за бред нет она не обмотана скотчем таким серебристым я подумал она обмотана армированным скотчем цвет прям идентичный но нет это сама коробка такая давайте посмотрим что содержится внутри открываем нифига себе там у нас видеокамера с полным комплектом вот от нее диск видите видео оркс какой-то здесь все провода не открывала все новое здесь что здесь зарядник для нее и и сама сама цифровая видеокамера смотрите я снимаю на подобную камеру 9 вот она смотрите sony будто вы пользовались вообще очень мало да тут пленка на дисплее она полностью новая новую видеокамеру выбросили может его кому-то подарили она валялась без дела кому-то была просто не нужна видеокамера поэтому валялась без дела ну и просто ее выкинули да и не вас никто не поливался сделано в японии кстати заметьте здесь на объектив крышечки нету вот здесь такой объектив кстати объектив где-то в десять раз меньше моей камеры panasonic на которой сейчас снимаю и моя камера 2011 года странно что-то уж очень маленький объектив давайте посмотрим что здесь здесь у нас на обычные батарейки что ли и золото нифига себе все контакты в золоте так карты памяти нету на две карты памяти смотрите интересно как можно записывать одновременно на две видимо если будет емкость маленькая можно ставить две камера полностью целая так так что с ней что нет аккумулятор что комплекте я не понял или он здесь аккумулятора то нету она что на обычных батарейках работает а нет вот здесь есть стандартный литиевый аккумулятор вот он прямо на зарядном устройстве интересно сколько ей лет жив ли аккумулятор надо будет проверять но камера по виду новая расплёнка с ним не снято но скорее всего нет может быть конечно кому-то подарили но возможно кого-то просто дико нагрели с этой камеры это паль это не sony у sony ясное дело объектив должен быть минимум размером вот это вот серебристую херню они такой маленький как веб-камеры но бог знает может он нормально снимает надо будет проверить все вроде сделано аккуратно довольно но кишки здесь скорее всего от какого-то видеорегистратора конечно здесь только digital зум здесь оптического нету ничего не стабилизации не зума и дары фокуса скорее всего нету но а так выглядит нифига себе целая камера но проверить будет ее интересно весь комплект я уже когда-то находил подобную вы тоже не оригинальную все-таки цифровую камеру они сейчас уже как бы не котируются короче все телефонами снимают но все равно нормальной камерой хрен кто выкинет в токфотике бывает вот такая свои коробки будет проверить интересно то есть она не имеет вообще никакого бренда коробка коробка вообще ни одной надписи нету кроме камеры там еще что было кроме кроме камеры там были интересные довольно неплохие наручные часы они были в маленькой коробочке которая попала тоже в кадр и так вот они здесь конечно все уже разорвано ремень в плохом состоянии часы называются глашутэ оригинал вот так они называются но может они тоже паленые как и камера вот такие вот часы часы кстати с авто под заводом у них ручного завода нету то есть только вращение стрелок и все часы кстати эти с авто под заводом у них ручного завода как бы нет этого штучка только крутит стрелки но я не знал подделка не подделка ремень из чего сделан здесь его конечно весь почему-то испортился сколько им лет тоже неизвестно но внешне дефектов кроме ремня они не имеют тоже можно будет проверить вот такие вот как бы находки были в той куче выброса больше ничего интересного там не было так приступаем к следующей находке и как ни странно следующая была у нас находка такая у нас уже в этом видео было и это может быть или видеокамера или часы но нет это у нас еще один сабвуфер вот такой более серьезный сабвуфер но только сам колонок с ним не было может быть он полностью дохлый поэтому его отдельные выкинули и диффер все цело здесь клеммы на месте сюда кстати можно любые колонки подключать регулировка баса и на передней панели общая громкость так он целый у него вот панель только отваливается динамик мурован внутрь и здесь только фазик спереди провод на месте все на месте а может он даже и работает просто казался кому-то не нужен и вместе с ним там было еще пару роутеров мелкие сетевые карты я это короче брать не стал было очень старое состояние у него конечно не очень здесь ссадины какие-то есть а может это просто грязь но что можно еще отмыть ну как бы он более серьезные басить должен не прямо уж слабо тут ватт 20 наверное есть а тут а тут не обозначена мощность но 20 короче вот должно быть но вот такой вот сам был один так следующая находка была мега отпадная потому что дальше был найден целый оригинальный большой планшет apple apple ipad и так вот он вот целый apple ipad удивительно что в этом году мне уже попался второй здесь конечно есть небольшие царапины он на 32 гигабайта разъем у него очень старый и это у нас самый первый айпад который вышел по моему в 2009 что ли году то есть ему уже больше 10 лет здесь имеются ссадины ну я сказал что он полностью целый поэтому нифига себе да он полностью целый как и предыдущий айпад он тоже был неразбитый дисплей у него и сенсор все целая даже нет царапин и на нем наклеена пленка да и летний подмене был тора с пленкой на дисплей поэтому если пленку снять он будет полностью в идеале находка мега крутая просто алюминиевый целый оригинальный apple ipad но на нем может быть айклауд это раз а во вторых здесь стоит максимум наверно шестая ios до какой он мог обновляться дальше уже все он точно не обновляется и многие приложения его уже просто не поддерживают и youtube на нем точно работать не будет но если он работает это будет очень круто для каких-то целей его еще использовать можно у него нормальный большой дисплей и должен быть довольно качественный вот кстати тут царапина но царапина у нас на защитной пленки то есть пленку наклеили когда-то он был довольно сильно нужен старались не царапать но в итоге выкинули или от старости или же он сдох и данный ipad кстати уже настолько дешевый что просто капец они на виду висят от 1000 рублей в рабочем состоянии но все равно находка крутая это все-таки apple девайс к тому же самый первый еще созданный джобсом вот такая вот крутая находка что было у нас следующее так а следующим у нас было найдено целая куча коробок от айфонов и техники apple прямо после этого айпада но печально там не было ни одного айфона и ни одного дара проводка короче выкинули только коробки а была целая куча такое бывает довольно часто видимо их копит какое-то время копит 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 потом уже когда телефоны продают или разбивают находят все коробки думают все они уже не понадобятся и выкидывают итак смотрим что было найдено следующее дальше находка принципе тоже довольно крутая потому что дальше у нас игровая тема тема игровых консолей и приставок и следующая была надена sony psp и собственно вот она оригинальная настоящая не поддельная кстати современная уже модель корпус современный здесь отсутствует металл все же из пластика это это sony psp 1008 2 а ну дизайн видите уже это более современная здесь что-то поломано чего-то тут отсутствует ее как-то шарахали неизвестно разбирали может быть вроде бы все цело крышка у здесь кстати была скорее всего кнопка для открытия крышки возможно хотя нет крышка открывается вот здесь но здесь какой-то какой-то рычажок и так она немного грязная зарядки с ней не было там была куча дисков но диски были все обычные игры на компьютер короче вот такая вот пиха не попадались они кстати довольно часто несколько лет назад но попадались старые модели там 4 6 года а это а это сейчас посмотрим на крышке у него он там дата есть у него там по-моему тринадцатый год он там у нее двенадцатый год ну восемь лет все равно но не 4 все-таки поновее вот такая целая пиха будет интересно ее проверить так в принципе находки у нас уже кончаются с осени находки все пропали потому что мигрантов приехала еще новых заметно больше собирать всю эту лабуду на металлолом поэтому с летом и с весной это не сравнится но сейчас еще кое-что покажу еще некоторые были девайсы найдены во первых на компьютерную тему то была найдена вот такая вот материнская плата это конечно очень старая материнская плата 2007 где-то года или восьмого на а я второй на ddr вторую короче без заглушки без ничего было выкинуто просто одна плата и по-моему я даже сейчас нет ни памяти не процесса чтобы даже проверить взял сам не знаю зачем раньше это было круто сейчас уже не тянет ничего это раз во вторых самая частая техника который выкидывают я заметил это пылесосы поэтому сейчас я вам покажу было найдено два пылесоса компактных таких маленьких и так вот они вот такие два пылесоса я решил взять они довольно маленькие удобные убирать там всякий мелкий мусор так это у нас папео это неужели с алиэкспресса заказывали я когда заказывал себе аккумуляторный пылесос этого бренда года два назад но это у нас простой просто включающийся в розетку он на 600 ватт здесь у него есть насадка а трубки металлической нету насадка видно что пользованные очень мало они кстати были до забиты пылью я их просер так более менее фильтры там на месте конечно простая довольно циклонная система здесь не как у дайсонов но все равно пластик уже пожелтел как вы видите это бюджетный пылесос но если он работает им еще можно поливаться в принципе все цело ничего не отломано и второй пылесос вот такой этот я полноценно очистить еще не сумел он засран капитально это у нас пылесос polaris и этот у нас портативный аккумуляторный зарядки с ним нету вот гнездо зарядки здесь все аккумулятор литиевый и 2016 года сентябрь то есть ему четыре года от него пованивает он был в крупном выбросе выбрасывали короче всякий хлам с кухни там была посуда всякие банки всякая фигня но комплекта с ним не было вообще то есть ничего с ним нет ни трубки не насадок а стандартная сюда вряд ли что-то подойдет здесь по моему более маленький диаметр и все засрана видите как ужасно но тараканов и клопов и ртути я там не увидел поэтому думаю ничего страшного можно оттереть ну и корпус я весь у него короче уже от мы здесь открывается здесь фильтр короче вот такой вот прикольный пылесос сюда зарядку ноутбучный вряд ли подойдет но проверить его можно будет будет интересно вот такие вот пылесосы и да кроме этого обычных пылесосов дохрена тоже выкидывают попалась по моему три штуки за осень там был samsung потом а два было samsung и был этот супра их часто выбрасывают из-за поломанных шлангов забитых фильтров бывает еще попадает на крыльчатку мотора мусор и пылесос начинает подпрыгивать то есть вибрировать настолько и шуметь что ощущение что короче подшипники вышли строя так что еще был найдено под самый конец осени было еще найдено электрическая плита она была замотана вся в пупыркой непонятно ее вот так вот выбросили прям замотану возможно ее когда-то сменили а старую оставили на всякий случай а потом она простоял лет пять и ее выбросили она короче ужасно грязная ее надо будет оттереть и потом уже проверить там еще и клеммы отсутствуют надо разобраться как ее подключать вот так она полностью целая может быть даже рабочая будет интересно ее проверить такая техника крупная тоже иногда попадается главное стекло у нее вот поверхности не разбитое так что установить такую плиту еще можно и она того стоит но она вот очень вся зажиренная со всех сторон то есть отмывать ее надо будет очень долго довольно трудоемкий процесс так еще из мелочевки что было найдено сейчас я покажу из мелочевки вот вот объектив canon был мусор там были и какие-то распечатанные бумаги короче много всякой фигня была и коробки от фотоаппаратов кто-то все перекопал уже как обычно этот объектив просто выставили рядом поставили чтоб кто-нибудь взял но если бы там был фотоаппарат и кто-то бы нашел фотоаппарат он бы объектив точно взял значит фотоаппарат там сто процентов не было он даже с крышками в идеальном состоянии смотрите что с ним может быть не то зачем его сменили или выбросили даже не утеряны крышки то есть находка которую думал не особо то и плохая но фотика там точно не было потому что ну как же взять фотика объектив выставить просто отдельно вот такая вот находка сезон короче теплый закончился плюс мигрантов через чур сейчас много я не знал смысла наверное искать даже сейчас и нету плюс я заметил что где-то раз в пять упали просмотры то есть эта тематика видим уже не настолько актуально интересно ли и падает а может просто youtube прячет и не выводит в поиск короче видосы точно известно но с прошлым годом где-то раз пять короче упали просмотры надеюсь что к новому году то что-то нормально попадется обычно к новому году начинается выброс более серьезный как это было в прошлом году а так как бы самое ценное за это видео конечно это айпад ну и psp тоже неплохая находка ну и в принципе часы тоже классная находка да и видеокамера который свои коробки тоже отпадная находка вот такие вот были короче девайсы но объектив тоже на фотик тоже принципе крутой мало но не особо плохо вот такие вот находки да ни одного системника не попалось ну ясное дело их выбросили перед первым сентября сейчас уже просто никто их пока не выкидывает и так следующее надо будет все это проверять будет видео проверки интересно как себя поведет камера приставка вот видите часы уже начали ходить у них уже эта штучка началась если не с автоподзаводом и так это видео заканчиваю ждите видео о проверке всем пока